Что я пытаюсь сделать, это до третьего урока, материал пройдем, а потом может быть ответы, время для вопросов, ответов, также для молитвы. И возможно у нас так и получится за это время. Okay, we turn now to Psalm 80, verse 17. Psalm 79. Help the man at your right hand, the son of man you made strong for yourself. Verse 17. Let your hand be of help. No, you may have a verse difference here. It starts, help the man at your right hand, the son of man you made strong for yourself. Okay, the verse numbering differs in some translations, I know. Как разная у нас нумерация идет. The whole of Psalm 80 deals with the national salvation of Israel. Весь 79-й псалом говорит о национальном спасении Израиля. Это непосредственно в преддверии второго пришествия. И что Израиль умоляет о возвращении Мессии. Но также в их молитве мы находим этот 18-й стих. Который относится к первому приходу Мессии. 17-й псалом – это развитие Псалма 109-го. Который, возможно, нам нужно изучить первое. Но потому что я хронологически продвигаюсь по Писаниям. Мы еще дойдем до того Псалма. Израиль молится Богу об избавлении. И в 18-м стихе он посажен одесной Бога по правую руку от Бога. И он придет спасать их. И также, что мы видим в 109-м псалме. Что это и есть тот Мессия. После своего отвержения он был вознесен и воссел одесной Бога. Псалм 110-м также скажет, что Мессия будет остаться там, до того, как Израиль употребляет и просит его возвращение. В 109-м псалме сказано, что Мессия будет там так и оставаться, до тех пор, пока Израиль не покаянется, не попросит его возвратиться. И что именно об этом покаянии сказано здесь, в 179-м псалме. The title given to Messiah in verse 17 is Son of God. Сын Божий, имя Его здесь. Муж десницы Твоей или Сын Бога. Это очень распространенное мессианское имя в Новом Завете. В частности, в Евангелии от Луки. Сын человеческий даже. В 18-м стих. И поскольку Сын человеческий сидит одесной Бога, потому он должен быть равным Богу. И снова этот стих, который подтверждает то, что Мессия как человек, так и Бог. Муж десницы Твоей, это получается, муж, который сидит одесною. Теперь перейдем к 109-му псалму. Псалм 110, verses 1-7. Первый стих до последнего стиха. Давайте прочтем его. Псалм Давида. Адонай сказал Господь Господу моему, Сиди одесной меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих. Адонай will send your powerful scepter out from Zion Жезл силы Твоей пошлет Господь Сиона Господствуй среди врагов Твоих. В день силы Твоей, народ Твой готов народ во благолепие святыни из чрева. Прежде деньницы, подобно России, рождение Твое. Адонай has sworn it, and he will never retract. You are a gohin forever. Ты священник вовек. To be compared with Melchizedek. Адонай, at your right hand, will scatter kings on the days of his anger. Господь одеснует тебя. Он в день гнева своего поразит царей. He will pass judgment upon the nations. Filling it with dead bodies. Наполнит землю трупами. He will scatter heads throughout an extensive territory. Сокрушит голову в земле обширной. He will drink from a stream as he goes on his way. Из потока на пути будет пить. Therefore, he will hold his head high. И потому вознесет главу. Okay. Psalm 110 falls into the fourth category of messianic prophecies. 109-й Псалом подпадает под четвертую категорию мессианских пророчеств. We mentioned those in the introduction. Как мы говорили, в видении. And it encompasses the entire messianic program. И в нем полностью заключена, в этом салме заключена вся мессианская программа. В этих коротких семи стихах включены все четыре периода мессианства. Это первый приход. Также небольшой перерыв, интервал. Следующий, второй приход. И мессианское царство. Можно разделить на три раздела этот Псалом. Стансы usually being referred to as a strova in Hebrew poetry. What is a strova? A strova is a certain section. Или разные секции в еврейской поэзии. So the first one we have is Psalm 110, verses 1 and 2. Первый — это первые два стиха. Первый раздел. Первая секция. First of all, that the psalmist here is David. Во-первых, мы говорим, это Псалом Давида. David was king over the land of Israel. Давид был царем в Израиле. He established a Jewish empire. Он установил империю евреев. By conquering the surrounding nations. Тем, что подчинил окружающие народы. And collecting tribute from them. И собирал с них дань. У Давида не было закона. There was no authority over him except Jehovah himself. He didn't have a human lord. А, у Давида не было человеческого господина над ним. Он никому больше не подчинялся, кроме Бога. There was no authority over him except Jehovah himself. Кроме самого Иеговы. Над ним не было никакой власти. Yet in verse 1 of this psalm. Однако в первом стихе Псалма. David speaks of two lords. The lord Jehovah. Господь Иегова. Said to my lord. Said to my lord. David is here definitely speaking of two personalities. Тут очевидно, Господь и Давид говорит о двух личностях. Иегове. And my lord. И моем Господе. Но кто может быть этим моим Господом? Since David had no human overlord. Потому что у Давида не было над ним власти больше человеческой. Единственный способ, как можем понять этот стих. Это видеть Иегова как Бога Отца. And David's lord as Messiah. А Давид и также Господа и Мессию Давида. It is therefore Messiah who is invited to sit at God's right hand. Каким образом сам Мессия приглашен сесть по правую сторону Бога Отца. Это пророчество, которое исполнилось по вознесению Иешуа с земли на небо. После его воскресения. Когда он завершил свою искупительную работу и воссел по правую сторону Бога Отца. Ясно в этом пророчестве видна концепция Бога-человека. И мы знаем из третьей книги Царства 2.19. Что всякий, кто сидит по правой стороне Царя. Должен равняться Царю. Либо же когда один царь посещал другого Царя. И тогда он садился как гость с правой стороны Царя. И поскольку Мессия приглашен воссесть по правой стороне Бога Отца. Бога-царя, таким образом Мессия равняется, равен Богу. И в отношении его человеческой природы. Мессия должен быть потомком Давида. И в отношении его божественности. Он может сесть по правой стороне Бога. И очевидно, ясно из текста, что он должен сидеть там некоторое время. И эта фраза «До тех пор, пока я не положу врагов под ножи ног твоих» предшествует его первому приходу и отвержению. И первый приход происходил во враждебной обстановке. И во втором стихе «Силы твоей пошлет Господь Сиона». И первый приход был отвергнут. Мессия приглашен воссесть справа от Бога некоторое время. «До тех пор, пока сами враги не подчинятся Ему». Вторая половина – это стихи 3-4. Мы видим, как меняется сердце врагов Мессии. Когда Мессия придет во второй раз, в день Его силы, Его люди добровольно подчинятся Ему. В четвертом стихе новое утверждение, новое заявление о Мессии. Он будет священником по чину Мелхиседека. В соответствии с Бытие 14-й главе, священник по чину Мелхиседека мог быть священником и также царем. Это было еще до времен Моисея. Потому что по закону Моисеева это не было уже возможным. И по закону Моисеева все священники должны были принадлежать колену Левия. А цари должны были принадлежать колену Иуды. Для того, чтобы исполнилось это пророчество, это, therefore, очевидно, что это будет необходимо для права Моисея и левитского права быть устранена. Можно сказать, очевидно, должен быть устранен закон Моисея и левитский вариант священодействия. Хорошо. Мы сейчас нужно идти к новой ковернической послании Евреям 7 главу. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по другому чину. По чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться. Потому что с переменой священства необходимо быть перемене и закона, ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику, ибо известно, что Господь нашего сиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстает священник и Ной. Который таков не по закону заповедей плотской, но по силе жизни непристающей. Неразрушимой жизни. Ибо засвидетельствована. Ты священник вовек по чину Мелхиседека. Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности. Как я сказал ранее, я верю в большую часть что Новый Завет очень хороший комментарий к Танаху. И вот что видим апостол Павел он дает комментарий к этому тексту в 109-м псалме. Комментарий к 109-му псалму. И когда мы читаем этот псалом мы видим, что the law of Moshe was rendered inoperative by his fulfillment of it and was replaced with the law of Christ. Okay? We can clearly see that from the text that we've seen in Hebrews 7, 11 to 18 очень видно из послания к евреям 7-го главы стихи, которые мы прочли 11-18 это комментарий к 109-му псалму 3-му, 4-му стихам что после смерти Ишуа the law of Moshe was rendered inoperative inoperative no longer in use. Потому что Ишуа исполнил его и также заменил законов Христовым. Конечно. Из этого могут появиться вопросы. Если это есть, держите в виду и если мы получаем время для вопросов вы можете задать их тогда. и если есть такие вопросы тогда запомните их мы дадем до вымени когда будут вопросы и ответы. Но как я раньше говорил that because of Yeshua's death on the cross whereby he fulfilled the Torah когда он исполнил Тору and made a sacrifice on our behalf that something has to change. Что-то должно измениться. Yeah? So there is a change from Torah or the law that's known in the Tanakh to the renewed Torah if you like under the Messiah. Under this new law of Christ the order of Melchizedek is instituted in place of the Levitical order. Можно сказать был остановлен закон по чину Мелхизедека и он заменил собой Левитский закон. If that was not the case if that was not the case Messiah could not be priest and king. Тогда бы Мессия не смог бы выйти в одном лице царем и священником. Yeah? But we see now that Messiah is indeed a priest and a king. Но мы знаем мы видим что Мессия на самом деле является царем и священником. Как мы видели из других отрывков Мессия would also have the priestly function but also the kingly function. This is only possible if the order of Melchizedek is operative. Okay? Verse 4 states that Messiah's priesthood and kingship will also be eternal. Также в 4 стихе это снова в Псалме его священство будет вечным. Verse 4 of Psalm 110. Он священник о век под чину Мелхиседека. Okay. The third part of Psalm 110 verses 5 to 7 говорит о втором пришествии. Поэтому сейчас мы не будем рассматривать это. раздел. But let me give you now a summary of Psalm 110 verses 1 to 7. We can clearly see that Messiah would be both a priest and a king. after the order of Belchisdeka. Secondly, Messiah would have to be both God and man. to be a priest he would have to be a man. But to sit at God's right hand he must be equal with God. Thirdly, we see that Messiah's first coming would be rejected. Number four, after his rejection Messiah would ascend to heaven. Также после отвержения Мессии он взойдет на небеса. Five, after his ascension Messiah would sit down at God's right hand. Следующий момент после восхождения на небеса он восседает по правую руку от Отца, от десной Отца, Бога. Six, Messiah will return when Israel accepts him. and seven Messiah will rule over Israel in the Messianic Kingdom. Okay. We now move on to Proverbs 30 verse 4. Теперь 30 притч 34 стих 4. The name of God's Son. Who has gone up to heaven and come down? Who has cut the wind in the palms of his hands? Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни своей? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему? И какое имя сыну его? Знаешь ли? Okay. Amongst the sayings of Agur in the Proverbs is in Proverbs 30 there is a riddle. The riddle consists of six questions. The first four of which are rhetorical. the answer to these questions are obviously the answer to these questions is obvious since only God himself could accomplish these things. The fifth question is also easy since the name of God was revealed to men long before the book of Proverbs was written. The name of God Yud-Veh-Vav-Heh often translated Jehovah. with the typographic conventions of modern translations it is usually rendered as the Lord. It is the sixth question which is the tricky one. What is the name of his son? It has already been shown that the Hebrew scriptures reveal that God has a son. this was stated twice in psalm 2 and here it is stated again. What is not revealed however is the name of that son. And it's the teasing if you know. know. The next question is the progressive revelation and no one could know his name. It is only revealed in the renewed covenant scriptures. That his name is Yeshua. In Acts 4 verse 12 we read and no other name is given under heaven whereby you can be saved. So this name has now been revealed. So Proverbs 30 tells us Messiah would be uniquely the son of God. And from 30 verse we read that Messiah will be unique and only the son of God. Okay we've come through almost the whole now. But the next one that we come to is quite long. So that's why I was trying to get through the time because I really want to try and cover this one. And we go to Daniel chapter 9 verses 1 to 27. 27 verses 1 Полностью вся глава. Daniel 9 1 to 27. As it's quite a long text, let's just have it read in Russian right now. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 5 5 6 6 7 6 7 8 10 11 11 12 12 12 13 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 17 18 17 18 18 21 22 18 19 18 20 20 21 22 22 24 26 25 25 26 27 22 23 23 23 25 24 25 26 26 27 27 28 28 28 29 У каждого Иудея, у жителей Иерусалима, у всего Израиля, у ближних и дальних, во всех странах, куда Ты изгнал их за отступление их, с каким они отступили от Тебя, Господи. У нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших и у отцов наших, потому что мы согрешили пред Тобою, а у Господа Бога нашего милосердие и прощение, ибо мы возмутились против Него и не слушали глаза Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, которые Он дал нам через рабов Своих пророков. И весь Израиль приступил закон Твой и отвратился, чтобы не слушать глаза Твоего, и зато излились на нас проклятия и клятва, которые написаны в законе Моисея, раба Божьего, ибо мы согрешили пред Ним. И Он исполнил слова Свои, которые изрек на нас и на судей наших, судивших нас, наведши на нас великое бедствие, какого не было под небесами и какое совершилось над Иерусалимом. Как написано в законе Моисея, так все эти бедствия постигло нас, но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться о беззаконии наших и разуметь истину Твою. Наблюдал Господь это бедствие и навел его на нас, ибо праведен Господь Бог наш во всех делах Своих, которые совершает, но мы не слушали глаза Его. И ныне, Господи Божий нас, изведший народ Твой из земли египетской рукой сильную и явивший славу Твою, как денсий, согрешили мы, поступали нечестиво. Господи, по всей правде Твоей, да отвратится гнев Твое негодование Твое от града Твоего Иерусалима, от святой горы Твоей. Ибо за грехи наши и за беззаконие отцов наших Иерусалим и народ Твой в поругании у всех окружающих нас. И ныне услыши, Боже наш, молитву раба Твоего и моления Его, и возри светлым лицем Твоим на упостошенное святилище Твое ради Тебя, Господи. Преклони, Боже мой, ухо Твое и услыши, открой очи Твои и возри на упостошение наше и на город, на котором наречено имя Твое. Ибо мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие. Господи, услыши, Господи, прости, Господи, внемли и соверши, неумедли ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем. И когда я еще говорил и молился, исповедовал грехи мои и грехи народа моего Израиля, и повергал мольбу мою пред Господом Богом моим, о Святой горе Бога моего. Когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы. И вразумлял меня, говорил со мной и сказал, Даниил, теперь я и шел, чтобы научить Тебя разумению. В начале моления Твоего вышло слово, и я пришел возвестить его Тебе, ибо Ты муж желаний. Итак, вникни в слово и разуми видение. Семьдесят седмин определены для народа Твоего и святого города Твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заклажены беззакония. И чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святый святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят две седмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечению шестидесяти двух седмин предан будет смерти Христос. И не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как наводнение, и до конца войны будет опустошение. И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение. И на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Важно читать все в контексте. Я никогда не понимал, почему книгу Данила не включают в пророческие книги. И почему он причислен к писаниям, еврейским писаниям. Потому что более, чем в любой другой книге, в еврейских писаниях, либо в пророческих книгах, то, что говорит Данил, очень сильно, больше всего, он говорит о приходе Мессии. И доказательства, которые он приводит, большинство людей не видит. Но эти факты там находятся, их игнорировать, проигнорировать невозможно. Что Даниил был пророком, и это очень хорошо доказано, подтверждено, есть этому доказательства. Он в точности пророчествовал о восстании Мидо-Персов, Греческой империи и Римской империи. Даже когда он жил, Даниил жил и пророчествовал, тогда была Вавилонская империя на пике своего расцвета. Также в точности он предсказал конфликты, войны и заговоры между Сирией и Египтом. Что произошло между, период между формированием Греческой империи и завоеванием римлянами. Также он пророчествовал о роли Макавеев в этот период. И благодаря детальным подробностям, данным Даниилом, его пророчествах, Многие критики из-за этого по этим причинам пытались датировать эту книгу намного позже, чем она на самом деле была написана. И не было никаких доказательств обнаружено. Чтобы шло против того, когда была написана эта книга и как она была составлена. И в самое позже время книга была завершена к 530 году до нашей эры. И ключевые пророчества, которые интересны для нас сейчас, находятся в 24 стихе до конца главы. Однако интересно и нужно рассмотреть всю главу для того, чтобы понять то время, когда придет Мессия. Мы рассматриваем сейчас исторический фон первые два стиха 9 главы. Это пророчество было дано Даниилу во время первого года правления царя Дария. То есть это было в 539 году до нашей эры. Это спустя 66 лет после уведения евреев в Вавилон. Вавилонское пленение. Именно в этот период времени Даниил пророчествовал. Он сказал, что он изучил Писание, и из Писаний сообразил по Писаниям. Сообразил по Писанию и понял, что время запустения Иерусалима подходит к концу. Поскольку длительность этого периода составляет 70 лет. Составляло 70 лет. Даниил упомянул, что он сообразил по Писаниям. Он изучал книги. Одна из этих книг, это была книга Иеремия. В некоторой степени Иеремия и Даниил застали друг друга при жизни еще. Дважды. Иеремия в 25 главе. Стихи 10-14. И также Иеремия 29, 10-14. Иеремия пророчествовал, предсказал, что пленение и плен Иерусалима будет длиться 70 лет. Агент. И мы не можем сказать с точностью, какие же еще книги Даниил изучал. Но также очень сильно можно сказать, что он мог изучать книгу Исаии. Сообразить по книге Исаии. Потому что в книге Исаии есть упоминание о царе Кире, который разрешит евреям возвратиться домой. Это написано в книге Исаии. Глава 44, 28 стиха. И до 45 главы 1 стиха. Далее. Есть другие еще писания Моше и пророков. Которые произнесли либо дали необходимые условия для установления мессианского царства. И, возможно, Данил тоже рассматривал эти книги. В книге Левит. 26 глава. Стихи 40-43. 1 царство. 8 глава. Нет, это не первая. 3 царство. 8 глава. 46. 46. До 53 стиха. 46-53. Иеремия 3 глава. 12-18. Осия 5. С 15 стиха до 6 главы 3 стиха. До 6-3. Все эти отрывки делают акцент на том, что Израиль, как народ, должен покаяться и исповедовать грех, прежде чем будет установлено царство Мессии. Иеремия 3 главы 3 стиха.